И снова привет моим дорогим подписчикам и подписчицам! С тобой, как всегда, Феномен! Мы продолжаем выживать в ARK Survival Evolved, и сегодня будем говорить о Корнотаврах. Друзья, совсем недавно в полную мощность стартовал PvP-проект Perfect ARK. Проект представлен кластером из пяти лучших карт. Максимум 8 человек в трайбе, рейты на всё X5, установлены самые популярные моды, в том числе S+. Организаторы дарят особые бонусы новым игрокам и трайбам. При регистрации в автомагазине ты получишь 100 рублей на свой счёт, а также возможность получить бесплатный стартовый набор. А по промокоду Phenomen Games ты получишь ещё 150 рублей. Кроме того, в честь запуска проекта Perfect ARK организовал конкурс репостов на 500 реальных рублей в нашей группе ВКонтакте. Все подробности о проекте, ссылку на конкурс и промокод ты найдёшь в описании данного видео. А теперь вернёмся к теме видоса. Корнотавр – это хищный динозавр из Аргентины, обитавший в эпоху мелового периода около 70 миллионов лет назад. Примерно в это время обитал точно там же и гиганатозавр. В своё время карно достигал 7,5 метров в длину и весил при этом около 2 тонн, то есть примерно вдвое меньше гиганатозавров, тирексов и спинозавров. Корнотавр является единственным известным плотоядным двуногим животным с парой крупных рогов на лобной части черепа. Его укус был быстрым, но не очень сильным. Вероятно, охотился карно в основном на некрупных животных, но временами мог нападать и на более крупных животных, нанося резанные раны и понемногу ослабляя жертву. В арке карнотавры выглядят точности с данным описанием. Но их лапки выглядят так, как будто карно засунул их в блендер. Да и бегает он очень смешно башкой вперёд. Наиболее ужасный в карно звук его шагов при передвижении. Когда я их слышу, я представляю себе тварь не меньше тирекса, а это всего лишь карно. Но когда я только его повстречал, я напугался до ужаса и подумал, что это тираннозавр. Конечно же, он меня догнал и сожрал, ведь я был очень маленького уровня. Поведение карнотавров агрессивное, то есть он будет нападать на тебя и твоих динозавров, как только ты к нему подойдёшь достаточно близко. Радиус реагирования у карнотавра средний. Тем не менее, карно больше нравятся другие динозавры, чем люди, поэтому если рядышком есть травоядная дина, то он гарантированно переключится на него. Бой с диким карнотавром – это весьма непростое занятие на начальном этапе развития. Хотя он меньше тирекса, он может быть очень смертоносным. У карно скорость выше, чем базовая скорость игрока, а также атаки карно отбрасывают игрока из существ на небольшое расстояние. Поэтому прорваться к нему с оружием ближнего боя весьма непросто, как и убежать. Если на тебя загрелся карно и ты не готов с ним сражаться, то либо беги к ближайшему водоему, либо к травоядному существу, чтобы переагрить карно. Но тем не менее, если не вступать с ним в прямой контакт, то убить карно не так уже сложно, ведь у него обыкновенное поведение. Он все так же не может забираться на скалы и прыгать, поэтому можно расстреливать его из стрелкового оружия с возвышенностей. Ну или убить его при помощи более крепкого динозавра. В целом, карно средний по всем характеристикам динозавр и более не обладает никакими крутыми способностями. Карно чаще всего бегает по одной-две штуки по всей карте, но также их можно встретить в небольшом количестве по 5-6 штук под управлением ютиранусов. Ютики дают им дополнительный баф к урону, и в таком виде карнотавры становятся еще более опасными. После смерти из тушки карно можно собрать сырое мясо, сырое первосортное мясо, кожу и кератин. Но в игре иногда можно повстречать более крупного карно, имеющего красную окраску и красное свечение. Это альфа карно. У от альфа карно несравнимо сильнее обычного карно, и нужно много раз подумать прежде, чем ввязываться в бой против него. Если у карно первого уровня 420 здоровье, то у альфы со старта 6400. С убитого альфа карно гарантированно добывается много первосортного мяса, кожа и кератин, а также специальный трофей – лапка альфа карнотавра, ну и скин на шлем. Ну а также внутри альф частенько находятся цветные инструменты и арбалеты, из-за их убийства дают много опыта. Как итог, альфа карно – замечательный способ подкачать персонажа в начале своего выживания. Теперь давай поговорим о способностях и полезностях прирученных карнотавров. У карно есть два типа атаки. Прямая атака наносит обычный урон, а также на правую кнопку мышки карно наносит отталкивающий удар своими рогами. Левая атака чуть более быстрая, чем правая, вот и все отличия, урон между ними одинаковый. Прирученные карно превосходны почти везде. Их здоровье, скорость атаки и базовый урон позволяют сражаться с большинством существ на острове, включая рексов и альфа-рапторов. А если у тебя с собой два разнополых карно, то они становятся еще сильнее. Они бегают довольно быстро и могут нести тоже много веса. Также карно довольно хороший сборщик мяса и первосортного мяса. Их реальный недостаток – это медленная регенерация выносливости, даже когда карно полностью остановился и ты с него слез. Больше ничего особенного в этих существах нет. Как дикие, так и прирученные карно могут наносить урон деревянным и соломенным постройкам. Так что ловушки лучше всего строить из камня. Пройти они могут любые ворота, а остановить их можно только большим капканом. Не стоит пытаться связать его болосом. Карно – одни из немногих существ, которые возятся абсолютно на всех официальных картах практически повсеместно. Места возможного спавна карнотавров ты можешь видеть данный момент на экране. Приручение карнотавров стандартное насильственное. Все основные моменты о приручении таких Дина я рассказывал в обзоре, ссылка на него вверху в подсказке. Единственное, что хочу отметить, это то, что все части карнотавра проходят одинаковый урон. В голову стрелять бессмысленно, так что можешь целиться куда угодно, хоть хвост. Любимым кормом для приручения карнотавра является обычный кибл синего цвета. Как создавать этот корм, ты можешь сейчас видеть перед собой. А если тебе что-то непонятно, то посмотри мой обзор по новым киблам. Ссылку на него ты можешь найти вверху в подсказке. Для приручения топового 150-го карнотавра на серверах с рейтами Х2 потребуется 11 киблов и около 50 минут реального времени. Наркотики при этом не потребуются. Если киблов нет, то альтернативным кормом может выступать сырая баранина. Немного при этом увеличивается, правда, время приручения и упадет эффективность. Для поездок на карнотавре нужно сделать седло. Седло доступно с 46-го уровня и для его создания нужно 320 позже, 170 волокна и 30 слитков металла. Разведение карнотавров несложное. После спаривания самки откладывают это благотворенные яйца. Как развозить таких существ и добиваться топовых статов, я уже очень подробно рассказывал в обзоре. Ссылку на него ты можешь видеть вверху в подсказке. Полный цикл от начала инкубации яйца до вырастания во взрослую особь занимает двое реальных суток. А кормиться самостоятельно маленькие карны начинают через 5 часов, когда вырастают до юного возраста. Хватать и перевозить карнотавров могут только кецали и виверны. Распределение статов стоит производить сбалансированно. В здоровье, урон, вес и выносливость. Выращенный со стопроцентной привязкой карно еще более шустренький и крепкий. Для того, чтобы тебе продемонстрировать реальную эффективность карнотавра, чтобы ты не подумал, что это совсем говнарик, давай проведем показательный поединок против кучи тирексов 150 уровня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как ты мог видеть, карно в принципе справился достаточно неплохо с этой кучечкой. А на этом у меня все. Спасибо тебе за проведенное на моем канале время. Если тебе понравилось видео, то пожалуйста, поддержи меня, поставь лайк, подпишись на канал. А также не забывай тыкать колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о выходе новых видео и начале прямых трансляций. Только здесь ты найдешь полную и полезную информацию по арку без лишней воды. Удачи тебе, друг, в игре и реале. До новых встреч. Пока!